репрессии элит как основа устойчивости государства статья на конте за 6 ноября 2019 года сергей васильев продолжение начало даются ссылочки на youtube канале они у меня также уже зачитаны и залиты о том что современные правящие элиты во всех странах без исключения не только не признают ответственности за собственную деятельность но даже саму возможность существования такой ответственности написано тома публицистики и тонны художественной литературы однако до сих пор отсутствует понимание связи революционной ситуации с отказом от ответственности элитариев при этом я принципиально не хочу рассматривать такую обманку как политическая ответственность который как знаменем размахивают разнокалиберные политики и партии самых причудливых расцветок и направлений ответственностью считаю исключительно личную готовность к самым неблагоприятным последствиям начиная от лишения имущества и свободы и заканчивая лишением жизни в качестве образцов такой ответственности привожу примеры когда инструктор брони становится за броневым листом при контрольных стрельбах а мостостроитель под опоры возведенного им моста во время приема сдаточных испытаний отсутствие ответственности правящей элиты то есть готовности ее к самым негативным личным последствиям считаю первым и главным признаком революционной ситуации в стране а не весьма сомнительную сентенцию верхи не могут ни за не хотят наличие персональной ответственности является главным условием устойчивости государственной власти независимо от того что там могут верхи и хотят низы усугублю низы простят верхам любое количество самых трагических ошибок если смогут лицезреть посадки и расстрелы элитариев например поразительную устойчивость ссср во время великой отечественной войны не состоявшиеся надежды гитлера на бунт и снос советской власти изнутри при первых поражениях объясняю именно указанная ответственностью весьма конкретной и очень жесткой отсутствие иммунитета власть придержащих реальная возможность самых высокопоставленных чиновников присесть и даже прилечь на дорожку цементировало общество делали его единым и неделимым лучше любого самого прекрасно душного человеколюбивого гуманизма и самых прогрессивных лозунгов а вот когда такая ответственность исчезла и наоборот появилась пресловутая неподсудность партноменклатуры правосудию с этого момента государство было уже не спасти и ссср был обречен более равные среди равных извините сейчас выскажу вообще еретическое утверждение при наличии реальной персональной ответственности элитариев резко снижается требовательность низов к социальной справедливости государственная безопасность и справедливость вообще отвратительно стыкуются и при сталине со справедливостью тоже было мягко говоря не очень однако самые разнокалиберные начальники с завидным постоянством присаживались и расстреливались и на этом фоне вопросы справедливости не превращались бомбу под государством самые разные специалисты в первую очередь психологи и социологи реконструируя события начала 20 века приходят к заключению если бы неистовый столыпин одинаково активно примерял свой печально знаменитый галстук не только крестьянам но и его превосходительством ни о какой революции не было бы и речи несмотря на нерешенный земельный вопрос наиболее дотошные даже подсчитали что события 1917 года мог предотвратить своевременный показательный расстрел 3-4 сотен наиболее одиозных проворовавшихся чиновников интендантов и земгусаров насчет количества можно спорить но с общим принципом я лично согласен будь у николая второго сталинские яйца может быть и получилось бы избежать ужаса гражданской войны которая страшнее любой другой из существующих кстати неплохой сюжет для фантастического романа альтернативная история не находите резюмирую грубо но конкретно устойчивость государства зависит от готовности элиты публично и демонстративно репрессировать часть своих представителей причем не очень важно реально они будут виновны или просто будут назначенными козлами отпущения повторю государственная безопасность и справедливость совмещаются плохо да кстати а что происходит если правящая элита упорно отказывается от персональной ответственности мы опять же хорошо видим на исторических примерах неимоверно мягкое отношение царской власти к высокопоставленным ворам и жуликам закончилось уничтожением и тех кто воровал и жульничал и тех кто был одного с ними цвета крови их крахом всего государства законодательное ограничение ответственности партноменклатуры закончилась полным уничтожением этой самой партноменклатуры с разрушением всего государства интересно отслеживают ли эти любопытные параллели и тенденции власти современной россии а если отслеживают какие выводы делают и делают ли их вообще сергей васильев репрессии элит как основа устойчивости государства